здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья плохие новости с города москва актер михаил ефремов устроил дтп в центре москвы в результате которого один человек пострадал находясь по словам очевидцев на веселе артист на большой скорости выехал на встречную полосу садового кольца и столкнулся с грузовиком в лоб в лоб водитель грузовика на данный момент находится в больнице очевидцы события выложили в сеть несколько роликов как видно из публикаций ефремов выбрался из машины в неадекватном состоянии он был на большой скорости и нарушил все что вообще возможно рассказывают люди наблюдавшие за происшествием водитель с которым столкнулся ефремов был 40-летний сергей захаров по последней имеющейся информации на данный момент известно что сергея захарова уже нет от себя друзья добавлю что в тот момент когда на место происшествия приехали сотрудники органов ефремов ефремов он практически не понимал чего происходит то есть вот в таком состоянии он был не от того что от какого-то стресса от от того что он действительно был скажем так очень сильно очень сильно на веселе и он действительно очень сильно врезался в ту машину это по-моему какая-то лада была машина так как мне кажется она восстановлению не подлежит человек который там был его сразу достать оттуда не могли по моему и да и даже резали там что-то разжимали потому что этот человек он был в таком зажатом состоянии естественно понимаете что все это железо но ушло в тело и в таком плачевном состоянии находился там человек мой после того как его увезли в больницу то незадолгим он нас и покинул после того как приехали сотрудники органов они его ефремова посадили свой автомобиль и репортер уже подошли к ефрему мы начали говорить ну типа что же ты наделал михаил он сначала вообще даже ничего не понимал что произошло как произошло и потом уже когда до него люди у них получилось достучаться до него он вроде как бы начал маленько-маленько приходить себя он сказал что но это не беда не беда что я его вылечу этого человека у меня денег очень много он сказал он набране то слово звонил немного а до до 1 до 1 место у него денег и что они проблему она вылечит они говорят но ты же не господь бог что вроде как бы как ты может убеждать что ты вылечишь он сказал но не переживайте у меня денег хватит но видимо денег не хватило михаила ефремова после всего этого отвезли в отделение перед тем перед тем как его возить он благополучно уснул в машине никаких комментариев по этому поводу да он просто тихо мирно сидел спал на заднем сиденье данное происшествие это уже не первое которое связано с таким похабным мерзким поведением михаила то есть он под градусом уже бывал неоднократно насколько мне известно уже один раз врезался в кого-то или во что-то ну что вот сотрудники органов тогда тоже подключались но вроде как его получилось отмазать также не так давно он сорвал один из своих концертов в театре то есть он вышел тоже в таком неадекватном состоянии начал ругаться на зрителя и так далее в общем замешан он был уже неоднократно мне мне лично по-человечески михаила ефремова очень жалко мне кажется это достойный талантливый человек но которого погубила в свое время пристрастия вот это вот к этому зеленому змею и на самом деле он очень адекватный как мне казалось вот его вот эти яркие выражения он напротив власти очень много говорил очень грамотный умный человек и действительно он талантливый но но я вины с него за это не убираю грозит ему на данный момент как мне известно до 12 лет на 12 лет и я думаю что ничто никто его не спасет в тот момент когда его привезли в отделение к этому отделению приехали его друзья в том числе там был и гармаш который дежурил там практически всю ночь они хотели забрать его договориться с сотрудниками органов чтобы они его отпустили отвезли к себе домой а после этого уже то есть по надобности когда надо там какие-то там показания с него взять там и они бы его привозили туда и брали показания но сотрудник органов его домой не отпустили видно было как михаил ефремов ту ночь высунулся в окно закурил сигарету покурил когда увидел что его снимают тон то есть свое тело перемест перемен переместил в комнату видимо он все-таки уже начал приходить чувство начал осознавать что произошло и как бы то что его снимают ему явно было неприятно не знаю друзья чем это закончится я думаю что в данной ситуации сейчас очень много высказывается мнений что его отмажут его ничего не будет я же считаю что он понесет наказание понесет наказание по полной программе возможно можно было бы вести речь о том что его кто-то отмажет у него известный отец был он довольно таки известен знакомые у него очень известны но думаю в данной ситуации это не сработает так как он позволял себе последнее время очень много негативных высказываний про власть про власть и поэтому просто просто не позволят его его как-то спасти вытащить из этой ситуации но в принципе я считаю несмотря на то что я его повторюсь еще раз очень сильно уважаю считаю талантливым человеком я считаю что закон един для всех и данной ситуации он действительно должен будет понести наказание другого здесь быть не может и это будет примером как и для его коллег так и для простых граждан ну и это должно быть так это должно быть любой нормальной стране так если ты нарушил закон ты должен понести наказание независимо от того кто ты депутат актер слесарь учительница либо кто-то еще считаю что наказание должно быть для любого человека это что он был скажем так под градусом это же сейчас у нас отягчающие обстоятельства считаю что возможно не 12 лет но лет 8 лет 8 он получит страшно конечно это осознавать что в таком преклонном возрасте человек просто взял перечеркнул свою жизнь от начала и до конца но таковы реалии нашей жизни на этом друзья буду с вами прощаться всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал я же в свою очередь продолжаю следить за тем как будут развиваться события вокруг михаила ефремова нажимайте обязательно на колокольчик чтобы не пропускать видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...